Продолжение следует... 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 ID-карту. Государство создаст все преимущества по пользованию владельцем ID-карты во всех информационных ресурсах и сервисах для того, чтобы увеличить количество услуг с помощью ID-карты непосредственно в интернете. И в настоящее время государственные органы Республики Беларусь работают над тем, чтобы, я думаю, что к концу 2021 года количество услуг, которые предполагается оказывать с помощью ID-карты было уже больше 20. Кроме того, однозначно все иностранные граждане и лица безгражданства с 1 сентября текущего года будут получать только биометрические виды на жительство и биометрические проездные документы для выезда за границу. Какие преимущества данных документов? Во-первых, это абсолютно новый на порядок выше документ, устояющий личность, который содержит комплекс защиты от подделки. Это раз. Во-вторых, биометрическая карта, как я говорил, содержит электронную цифровую подпись, которая позволяет гражданину непосредственно осуществить целый ряд юридически значимых действий в интернете. Это два. И кроме того, с помощью биометрического паспорта возможно использовать электронные гейты, которые существуют в целом ряде аэропортов, для того, чтобы без личного контакта с контролером, предъявляя биометрический паспорт, проходить систему контроля на пропуск через границу. Ну и четвертый аспект необходимо также отметить, что это, конечно, сокращение сроков оформления документов, устояющих личность. То есть максимальный срок оформления ID-карты установлен в течение 15 дней и оперативный срок это в течение 5 дней. Ну а срочный срок это 5 рабочих дней. Фактически сроки оформления соответствующих документов сокращены более чем в два раза. И кроме того, необходимо отметить, что владелец ID-карты может получить два паспорта гражданина Республики Беларусь для выезда за границу. Биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь. Они будут оба действительны. Это предназначено для повышения мобильности наших граждан, потому что очень часто в силу того, что паспорт гражданина Республики Беларусь забирается для оформления соответствующей визы, гражданин не может ощутить и юридические значимые действия, и выехать за границу. Поэтому принято решение о том, что выдавать два биометрических документа для выезда за границу. Кроме того, необходимо отметить, что также внесены соответствующие изменения в положение порядка регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания, где предусматривает также широкое информационное взаимодействие между государственными органами. И Министерство внутренних дел обязано предоставлять те сведения, которые имеются в бумажном паспорте гражданина Республики Беларусь, не имеются, но не имеются на ID-карте. Это сведения о месте жительства, сведения о семейном положении, сведения о браке бесплатно с помощью информационных ресурсов Министерства внутренних дел. В настоящее время эти информационные ресурсы совместно с Министерством связи и информатизации дорабатываются, и к моменту вступления в силу соответствующего указа мы будем готовы обеспечивать как юридических лиц в государственной форме собственности, так и любых юридических лиц представлять недостающие сведения на ID-карте всем заинтересованным государственным и негосударственным органам на основании тех сервисов, которые в настоящее время имеются. Вот вкратце моя информация по данному вопросу. Благодарю вас, коллеги. Переходим к вашим вопросам. Традиционная просьба представляться, включать микрофончики. Первый вопрос, Герман, пожалуйста. Газета «Евразийская правда». Скажите, как с другими государствами идет согласование по нашим биометрическим документам? Спасибо большое. Предполагается, во-первых, Беларусь официально в 2019 году присоединилась к так называемой директории КАО, в соответствии с которым мы полномоченному органу предоставили наш сертификат открытого ключа, который предоставляет возможно считывать биометрические данные, записанные в паспорт гражданина Республики Беларусь во всех пунктах пропуска на государственные границы в иностранные государства, которые присоединились к этой директории. И фактически у нас есть для этого соответствующие полномочия для этого. То есть паспорт гражданина Республики Беларусь может автоматически считываться во всех участниках директории открытых ключей. Кроме того, когда будут утверждены соответствующие образцы документов, Министерство внутренних дел совместно с МИДом будет проводить соответствующие переговоры по признанию ID-карта гражданина Республики Беларусь для въезда и краткосрочного пребывания на территории государств-четников евразийского экономического пространства, а также некоторых других стран, которые уже обращались адресно в правительство Республики Беларусь с просьбой, чтобы предоставить право их гражданам на основании собственных ID-карт въезжать и прибывать на территории Республики Беларусь. Поэтому фактически после утверждения соответствующих образцов, которые планируются правительством в апреле текущего года МВД совместно с МИДом проведет комплекс международных переговоров для того, чтобы, заключив соответствующее соглашение о взаимных безвизах поездка граждан, ID-карта была полноценным документом для краткосрочных выездов граждан Республики Беларусь в эти страны, в том числе в ЕРЗС. Благодарю. Есть еще вопрос. Портал Союзбай. Наталья Маевская. Алексей Юрьевич, вопрос таков. У нас есть небольшая категория граждан, которая в силу обстоятельств, инвалидности и так далее, не может сдать биометрические данные. Я имею в виду отпечатки пальцев и возможность электронной подписи. Не обсуждался ли вопрос, как опыта стран арабского региона, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, они вместо отпечатков пальца делают снимок радужной оболочки глаза. Спасибо, Наталья. На самом деле, вы, если немножко вникнете в историю, то мы самые последние, наверное, и на территории бывшего Советского Союза вводим биометрические документы. И до, конечно, этого внедрения прошла просто, наверное, такая тенденческая работа по изучению опыта работы многих государств по внедрению биометрических документов в национальную систему выдачи документов, удовлетворяющих личность. На самом деле, вот тот принцип признания в качестве биометрического средства идентификации это радужная оболочка глаза, он требует еще более дорогие комплексы по идентификации человека, по съему биометрической информации, и поэтому он очень затратный. Поэтому было принято решение, исходя из цены и качества, пойти по снятию биометрических данных, которым является фотографическое изображение высокого качества и два отпечатка пальца. Фактически, для лиц определенной категории граждан будет оказываться соответствующая услуга, в том числе по убытию, по выбытию сотрудников подразделения по гражданству иммиграции, по соответствующей заявке по месту жительства, где непосредственно с помощью переносных мобильных комплексов возможно снимать непосредственно биометрические данные, это фотографическое изображение и отпечатки пальцев. Ну и я думаю, что на практике тех случаев, когда два отпечатка пальцев нельзя будет снять, то фактически предполагается, что если у заявителя на самом деле в силу определенных обязательств вообще нет, ну то есть нет возможности представить такую информацию, то эти данные в ID-карту помещаться не будет, но фактически в любом случае у него будет электронно-цифровая подпись, на основании которой он может работать, в том числе в интернете, а также фотографическое изображение высокого качества, которое позволяет однозначно его идентифицировать, в том числе с владельцем документа. Есть еще вопрос, да? Пожалуйста. Продолжение тем немногочисленных групп граждан. Была, помните, такая группа граждан, которая личный номер рассчитала там чем-то сатанинским. Вот как с этой группой граждан теперь будет работа? Для этой категории, ну вообще для того, чтобы все-таки пока иметь альтернативную выдачу документов, учитывающих личность, было принято решение о том, что гражданин сможет сам для себя решить, ему получить биометрический документ, потому что некоторые и в этом видят очень большое зло, тотальный контроль вообще над личностью и так далее и тому подобное, или и оставить для него бумажный паспорт гражданина Республики Беларусь. На самом деле количество тех граждан, которые в силу религиозных соображений настаивают на том, чтобы в паспорте гражданин Республики Беларусь не было так называемого личного номера, их очень немного, и мы в настоящее время пытаемся все-таки разъяснить им оппозицию государственных органов и государства в отношении вообще наличия или отсутствия вот этого идентификационного номера в паспорте гражданин Республики Беларусь. С кем-то это удается, конечно, с кем-то не удается, мы обращение получаем, но разъяснительная работа Министерства внутренних дел в этом вопросе будет продолжена. Благодарю. Коллеги. Если, коллеги, нет вопросов и за, у нас есть один вопрос, который нам поступил на электронную почту, косвенно на него Алексей Юрьевич уже ответил. Подскажите, согласуются ли новые биометрические документы с аналогичными, вводимыми в Российской Федерации, взаимодействуете ли вы в этом вопросе с российскими коллегами? Да, мы тоже изучали опыт Российской Федерации, но, во-первых, Российская Федерация пока ID-карта, как документ обстояющего личность, пока еще не введена. При разработке технологии введения биометрических паспортов гражданин Республики Беларусь мы изучали и бывали в командировках Российской Федерации для того, чтобы изучить те подходы и тех технологий, которые применяются нашими российскими коллегами. Конечно, он учтен при внедрении биометрических технологий в Республику Беларусь, поэтому мы так совместно работали, но в любом случае в этом существуют так называемые международные стандарты, в соответствии с которыми и каждое государство выдает именно этот документ. То есть здесь не какие-то новые правила, а действуют исключительно по международным стандартам ИКАУ. Благодарю. Коллеги, если возникли вопросы, пожалуйста, есть ли вопросов, нету. Есть вопросы. Давайте. Микрофончик, рядышком, с собой включите, пожалуйста, на зеленую клавишу. Представьтесь. Юлия Ачирова, Вечерний Могилев. Подскажите, пожалуйста, чисто финансовый вопрос обслуживания данной системы, потому что бумажный документ, он энергонезависимый, а здесь уже даже экологи начинают поднимать вопрос, что хранение информации берет на себя очень много затрат электричества и безопасности, потому что это получается, что целая армия программистов должна будет обеспечивать безопасность и гарантии этой безопасности. Понятно, что государство, внедряя, и президент об этом говорил на совещании, которое было посвящено как раз изучению вопросов внедрения биометических документов, он говорил, что, конечно, ни в коем случае нельзя обеспечить снижение уровня безопасности. Фактически, то есть и предполагалось техническое задание на систему говорит о том, что она исключительно закрытая, то есть никаких нет точек доступа из интернета. Это локальная сеть Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел, которая обеспечивает прием и передачу биометрической информации. Это предусматривает, конечно, соответствующие определенные сервисные и серверные решения для того, чтобы ограничить внешних пользователей в доступе и получении соответствующей информации. И оценивать вообще экологические последствия работы под данным вопросом, наверное, слишком преждевременно, потому что МВД, конечно, имеет достаточно много информационных ресурсов. Но по общему пониманию, с учетом принципов хранения информации, то есть это не будет таким для Беларуси серьезной экологической катастрофой, а комплексы работают локально, они собирают данные и не допускают сторонних пользователей или лиц к информационной системе. Кроме того, система прошла уже сертификацию и оценена уполномоченным органом Республики Беларусь на соответствие требованиям по защите информации, получила соответствующий сертификат, поэтому в лице полномочного органа все уже проверки проведены и система оценена. Все-таки вопрос по безопасности касается того, что, ну, бывает же и ЧП, например, даже просто в лэп там ударила молния, я так понимаю, что на этой карточке будет только фотография и номер, да, а вот вся эта ниточка информации, она же содержится на каких-то серверах. Не получится ли так, что из-за какой-то техногенной катастрофы граждане окажутся без прописки, без детей, без работы, без возможности оплатить, то есть есть дубликаты бумажные этих документов, не получится ли так, что потом, ну, как даже при утере документов приходится иногда ходить и восстанавливать справки, а они уже сданы в архив или утрачены, то есть вот такая гарантия, все-таки должна быть какая-то безопасность в этом направлении. Ну, смотрите, работоспособность системы оценена как 24 на 7, то есть система будет работать, да, конечно, то есть чрезвычайные ситуации есть, но в любом случае именно в серверах, которые хранят соответствующую информацию, предусмотрено так называемое дублирование, это обязательно, если основной источник информации выходит из строя, то в любом случае есть копия соответствующей информации, которая хранится рядышком, и есть предположение, что это будет, то есть предполагается, что это будет неглобальная катастрофа тогда, когда из-за выхода основного ресурса из строя дублирующий ресурс не сможет предоставить соответствующую информацию, но никто же не застрахован от того, что вдруг свет пропадет везде, Но есть же и соответствующие источники бесперебойного питания, которые на определенный временной интервал, конечно, будут предоставлять тесение, которое не содержится на ID-карте. Предполагать, конечно, все нельзя, но специалисты, исходя из опыта Российской Федерации, оценивали все масштабы и все риски, связанные с внедрением системы. И, понимаете, просчитать все риски, конечно, невозможно, но в любом случае минимизировать их нужно. И Министерство внутренних дел, совместно с заинтересованными, внедряя эту систему выдачи и сбора соответствующих биометрических данных, предполагало оценку основных рисков. Основных рисков. Конечно, если в мире пропадет электричество, то мы сможем предоставлять соответствующие сведения, ну, день, ну, два. И, ну, бумажные носители остаются, они не уничтожаются. Но это будет, это, конечно, как мы говорим, прошлый век уже. И все сейчас переходят, все государства переходят на цифру, поэтому будем предполагать, что такая ситуация не будет. Хорошо, если не глобальный вопрос, я так понимаю, что даже обычная ситуация, когда милиционер на улице требует предъявить документы, он уже не сможет по этой карточке определить прописку, там, семейное положение, то, что я говорила. В итоге у него будет считывающее устройство. Вот если и у данного чиновника, или в данном министерстве, ну, вдруг, в один прекрасный день заклинит вот это устройство. Вот как здесь быть, когда считывающее устройство, то есть не глобально, а вот на местах. Смотрите, предъявляя новый образец биометрического документа, который имеляется ID-карта, фактически там включены все персональные данные, которые позволяют однозначно идентифицировать владельца данного документа. Там есть фотографическое изображение, там есть его основные персональные данные, которые, в том числе в этой практической ситуации милиционеру, будут достаточно для того, чтобы идентифицировать этого человека. Для того, чтобы, если потребуется вдруг сотруднику какого-либо органа узнать место жительства гражданина, то с помощью информационных ресурсов и на основании согласия лица или без согласия лица, если у него есть для этого должностного лица, если для этого соответствующая полномочия, он может обратиться к этому информационному ресурсу. Но, опять же, телефонное право тоже не отменял. Если не работает канал связи, то это можно сделать, в том числе и по телефону на основании соответствующего пароля или тех данных, которые однозначно идентифицируют того лица, который обратился за этой информацией. Но, поверьте, за то время, когда мы реализуем так называемые электронные услуги на территории Беларуси, еще такого сбоя никогда не было. Было один раз, у нас по техническим проблемам было подвисание одной информационной системы, но оно было устранено специалистами Министерства внутренних дел в течение одних суток. Я взяла финансовый вопрос вначале. Сколько это будет стоить, чем оно будет отличаться от финансирования, от хранения бумажной документации? То есть, все-таки это программисты, это электричество, это сервера, это обслуживание? Да, но внедряя соответствующие документы, государство посчитало и предположило, что серьезных дополнительных затрат на введение новых... Ну, поверьте мне, мы не увеличиваем штатную численность ни сотрудников, которые обслуживают эти информационные ресурсы на основании имеющейся штатной численности МВД, ни в других государственных органах. То есть, мы не раздуваем штатную численность. Определенные энергозатраты, конечно, будут, но это не приведет к глобальной, так называемой, расширению штатной численности МВД, которая будет обслуживать новую информационную систему. Примерно вот таких считывающих устройств государству надо будет закупить? Да, понятно, государству нужно будет закупить не только государству, но и нужно будет закупить юридическому лицу, допустим, если гражданин Беларуси с новой ID-картой приходит в банк для того, чтобы реализовать какую-то административную процедуру, заключить гражданско-правовой договор, то банку для того, чтобы получить соответствующую информацию, нужно будет иметь считыватель, который считывает с помощью ID-карту и считывает те данные, которые содержатся в информационных ресурсах Министерства внутренних дел. Это может сказать, что практически любому юридическому лицу, который будет заключать гражданином гражданско-правовой договор, этот считыватель потребуется. И мы об этом тоже уже говорили. Но вопрос только в том, что это современная необходимость. И без этого понятно, что если гражданин придет со старым паспортом гражданина республики берут, то он получит, ему не надо будет это иметь считыватель. Если же он хочет быть так называемым активным в электронном пространстве, то он должен получить ID-карту. А вот хорошо. Тогда если мы коснемся, вот у нас, например, софт, он не национальный. То есть у нас нету софта, даже в России подняли вопрос, что чиновникам надо предоставить софт, чтобы он был национальный. То есть у нас софт иностранный, где гарантия, что нет ли угрозы национальной безопасности, когда граждане республики Беларусь будут обслуживаться иностранным, как бы, обеспечивателем программным обеспечением. А вот софт у нас как раз национальный. На самом деле у нас единственное, что был привлечен по контракту иностранный производитель программного обеспечения, потому что собственные программисты не смогли реализовать вот те инновации, которые сейчас в Европейском Союзе. Но софт для считывания ID-карт у нас национальный, он официально размещен на портале Министерства связи и информатизации, и любое юридическое лицо может его скачать для себя, используя считыватель, получать соответствующую информацию. То есть рисков определенных в отношении того, что будет возможна утечка информации, по крайней мере, национальный регулятор, который отвечает за защиту персональных данных, не нашел. Но, знаете, как совершенству нет предела, всегда надо готовиться к чему-то, поэтому работа в этом вопросе тоже продолжается. Благодарю. Есть еще вопрос? Последний, пожалуйста. Скажите, вот наподобие того, что сейчас биометрические документы, вот то, о чем вы говорили, а наподобие того, что сейчас для людей планируется ли что-то для животных в перспективе? Не, ну, понимаете, мы отвечаем за выдачу граждан документов, удостоверяющих личность. То есть я думаю, что про животных вообще, это можно говорить другой аудитории, это будет несколько другие органы. Мы фактически говорим, знаете, как еще тоже очень много бывает, мы очень много обращений получаем, граждане беспокоятся о том, что их персональные данные могут считывать дистанционно на основании вот этих электронных носителей информации. Вот поверьте мне, мы проводили оценку, используя, причем иностранных специалистов, данные, которые содержатся в ауди-карте, дистанционно считать нельзя. То есть ауди-карту можно приложить или вставить считыватель, соответствующий, который будет считывать контактный, или же приложить к бесконтактному считывателю для того, чтобы на основании соответствующего программного обеспечения получить доступ к определенной информации, которая содержится на этой ауди-карте. Благодарю, Алексей Юрьевич. Коллеги, я думаю, что это не последняя пресс-конференция по этой тематике. До сентября я думаю, что еще не один у нас найдется повод, чтобы пригласить сюда специалистов и МВД, и других ведомств, чтобы поднять эту тему еще раз. Да, в сентябре мы уже покажем, как вообще работает ауди-карта в электронном правительстве, сколько до сентября, сколько можно будет получить электронных услуг гражданина уже конкретно, и каким образом эти электронные услуги будут государством и всеми заинтересованными органами оказываться. Благодарю, коллеги, всем спасибо за работу и всего доброго.